Литературные занятия Что никто никогда не мог и не может упрекнуть меня в ленности Или в нерадивом исполнении своего долга Потому что к деятельному служению побуждаюсь я ответственностью Не перед начальством моим, а перед моей собственной совестью Господину надворному советнику Аксакову Милостивый государь, его сиятельство граф Перовский Находит весь тон вашего письма совершенно неприличным Высочайшим приказом по гражданскому ведомству Вы согласно прошению уволены от службы О чем департамент общих дел министерства вас извещает Иван Сергеевич Аксаков опять-таки вот по советской историографии Один из столпов царского режима, крепостничества Но это такая откровенная ложь Ну то ли это от незнания может быть от элементарного То ли от заданности Ведь парадокс в том, что правительство боялось Ивана Аксаков больше чем революционеров После 9-летней деятельной службы странно как-то почувствовать себя без дела Но я найду себе труда и способов жизни И знаю одно, что честно пойду через жизнь Мой удел стараться на благо Отечества Все это, наверное, не случайно Потому что он настолько глубок И мне кажется, он совершенно еще не изучен Его мысли настолько глубокие о будущем России и всего современного мира Что можно, наверное, говорить о том, что его будущее еще впереди Как публициста, как пророка И может быть даже как поэта Вкусили мы всю прелесть службы статской И видим слишком мало толку в ней Чтоб ей отдать цвет лучших наших дней Хотя б сказал сенатский наш оратор Что грудь звездами, дюжих пару плеч Нам лентами украсит император А право, друг, игра не стоит свеч Стихи твои мы получили Ты просишь сказать о них мое мнение Вот оно прямое и откровенное Я желал бы, чтобы ты никогда не писал этих стихов Но, как они уже написаны То прошу убедительно никому их даже не читать Ты знаешь, у тебя есть недоброжелатели Твои достоинства, твоя резкость Неуместная правдивость и откровенность Успели вооружить многих Неужели ты думаешь, что если твои стихи Попадутся злонамеренному толкователю То он не найдет в них обширного поля Для обвинения тебя Милый отеценька Меня огорчили ваши слова Лучше, если б ты этих стихов вовсе не писал Мне кажется теперь, что я не мог бы их не написать Мне нужно было их написать во что бы то ни стало Я знаю, что с каждым годом становлюсь честнее То есть, по крайней мере, хочу, чтобы внешние поступки мои Были честны И никакие препятствия для меня не существуют Этому, дорогой отеценька, учили меня вы с маменькой За что премного я вам благодарен Иван Сергеевич Аксаков Родился в великой русской семье Сергея Тимофеевича Аксакова Великого русского писателя Это была большая патриархальная семья Крепкая устоями, национальными устоями Есть тут какой-то, может быть, парадокс Тут невольно придется говорить вообще о понятии русский Потому что русский это понятие не крови А понятие, может быть, отношения к державе, к земле, территориальное И давно нет чистой русской крови Все это перемешалось Это, скорее всего, действительно идея И семья Аксаковых Это великая русская семья Которую даже обвиняли в национализме В шовинизме в каком-то По крови она, может быть, больше тюркская И более того, может быть Иван Сергеевич Аксаков У которого мать была полутурчанка Он по крови, может быть, более турок, чем русский В нашем доме детское не существовало То есть не существовал тот сомкнутый, разгороженный уголок Где под надзором наемных педагогов Возрастает молодое поколение В какой-то искусственной, пресной атмосфере Не имеющей ничего общего с действительной жизнью В нашей семье дети были постоянно с родителями Со старшими Жили их жизнью Интересовались их интересами Маменька наша, Ольга Семеновна Была дочерью суворовского генерала и пленной турчанки Но она вся принадлежала русскому быту Русские обычаи, особенно церковные Русская кухня, русская природа Все это было ей родное Наш отец Сергей Тимофеевич Любил жизнь, любил наслаждение Он был художник в душе И ко всякому наслаждению относился художественно Страстный актер, страстный охотник Страстный игрок в карты Он был артистом во всех своих увлечениях Больше всего он радовался, когда дом был полон гостей И каждого он любил как родного И не случайно, что выразителями русской идеи Всегда были люди, если так грубо говорить Нечистыми по крови Ну начиная с Александра Сергеевича Пушкина, с Лермонтова Державин был почти стопроцентным татарином Жуковский и великие все славянофилы Самарин, Киреевский Они тоже были носителями вот этого Поэтому вот это и разрыв-то, может быть, на западничество На славянофильство объясняется вот этим Что душа всегда тянулась на восток А ум, может быть, холодный, рациональный Тянулся на запад То есть, может быть, точнее сказать, тело тянулось на запад Большей частью люди Самые жаркие поклонники нашей семьи Или ее идеализируют до неестественности И даже до смешного Или доводят до крайности И до уродливости Строгость нашего нравственного взгляда Словом, делают из нашей простой жизни Которая слагается сама собой Что-то натянутое Неужели так трудно понять Простоту нашей жизни? Очень рада, что не обретаясь В числе Аксаковых, живущих по неведомому мне закону любви Как и весь славянский мир Ненависть к власти, общественным привилегиям К высокому рождению и богатству Такова эта отвлеченная страсть К идеальному русскому, таящемуся в бороде Вот начало этих господ Лжет Нагло лжет Или совсем бездушен тот Кто предъявляет притязание Перескочить прямо во всемирное братство Через головы своих ближайших братьев Семьи или народа Или же служить всему человечеству Не исполнив долга службы Во всем его объеме Своим ближайшим ближним Это была редкая, к сожалению, семья Где все друг друга понимали Где относились с великим уважением Не случайно тянулся в этот дом Великий Гоголь Одинокий человек У которого Николай, ни двора, ничего И он как-то вот прикипал к этому дому Как-то Михаил Петрович Погодин Привез ко мне в первый раз И совершенно неожиданно Николая Васильевича Гоголя Шутки Гоголя Которых передать нет никакой возможности Были так оригинальные и забавные Что неудержимый смех Одолевал всех, кто его слушал Сам же он всегда шутил, не улыбаясь С этого, собственно, времени Началась наша тесная дружба Гоголь бывал у нас почти каждый день И очень часто обедал Появление сочинений Гоголя Произвело такой резкий переворот В общественном и, в частности, в литературном сознании Что сочувствие или несочувствие к Гоголю Определяло степень развития и способность К развитию человека Это был рубеж, перейдя через который Наш отец Сергей Тимофеевич Растерял всех своих литературных друзей Прежнего псевдоклассического Литературного периода Они остались по всю сторону Гоголя Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу Моему друг Сергей Тимофеевич И все семейство ваше У меня не существует разлуки И вот почему я легче расстаюсь, чем другой И никто из моих друзей по этой же причине Не может умереть Потому что он вечно живет со мною Эта семья, а потом и творчество Сергея Тимофеевича Аксакова Они олицетворяли как бы вот три ипостаси Семейные отношения в семье Семейные отношения в народе И семейные отношения с природой Вот весь смысл Иван Сергеевич Аксаков родился Под сенью храма Дмитрия Солунского в Надеждине И вот его сыграла вот эта природа На него влияние И я бы хотел сказать, что все-таки большую роль сыграл отец Итак, учеба кончена Передо мной открытая дорога жизни Служить или не служить Да, вот вопрос Как сильно он мою тревожит душу Не сомневаюсь, что вступив на службу Одно смогу сказать я через много лет Да, от моей усердной долгой жизни От моего служебного труда Ни пользы никому, ни блага для отчизны Ни светлой памяти, ни ясного следа Мой друг и сын Ты просишь благословить тебя на выбор пути и карьеры Думаю, совесть и разум помогут тебе сделать правильный выбор А я бы посоветовал тебе служить Отечеству Иван Сергеевич закончил училище правоведения Он готовил себя к государственной службе И, будучи еще совершенно юным чиновником Он оставил себе впечатление неподкупного, честного человека Жесткого Не случайно потом о нем будет ходить такое, как определение честен, как Аксаков Его включает всевозможная комиссия по расследованию разных злоупотреблений Везде, в конце концов, он оказывался как бы не очень удобным человеком Потому что он всегда был настолько честен, что он заводил в какой-то растерянность своих непосредственных начальников «Вокруг тебя кипят задачи, вокруг тебя мольбы и плачи и торжествующее зло А ты? Ужель хотя однажды ты, боевой, не сведал жажды, тебя в борьбу не увлекло? Безумцем слыть тебе у всех, но для святыни убеждения полезнее казни и гонения, чем славы суетный успех» В последнее время как чиновник он работал в Министерстве внутренних дел И он в то же время уже в нем, он знал, что он поэт Он не мог сидеть спокойно, как душа просила И он написал поэму «Бродяга» Кварталы есть в богатых городах Простым людям пришлись они на долю Там вечно грязь на низменных местах Там улицы уже выходят в поле Там каменных не встретишь ты домов Повсюду там гнилых и почерневших Ряды домов от времени осевших Или лачуг погнувшихся стоя И когда его непосредственный участник узнал об этом Он потребовал, чтобы он прекратил свои поэтические изыски Просто считалось непозволительным, что чиновник Министерства внутренних дел, ответственный чиновник Занимался шелкоперством Я принципиально называю это слово Поэтому это считалось как бы занятием легким, мысленным, неприличным для государственного чиновника И как человек честный, искренний И который уже знал, что главное у него не служба Тем более служить очень сложно Он решительно написал заявление об уходе в частную жизнь Когда мы жили на Сивцевом в Рашке По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели Среди них адмирал и литератор Шишков Историк Погодин, философ Надеждин Профессор физики и философ Павлов Актер Щепкин По-дружески заглядывали к нам начинающие писатели Иван Тургенев и Лев Толстой Поначалу приходили либерально настроенные студенты Белинский, Герцен и другие Но потом перестали бывать Ну что касается спора западников и восточников что ли Ну может быть такого какого-то прямого спора-то и не было Просто потом была примитивная трактовка этого понятия Что восточники они там были темные люди носили армики и категорически Отвергали запад, а западники вообще отвергали какую-то будущность России Если она отгородится каким-то вот этим железным зайносом Недавно столкнулся я с Иваном Аксаковым Славный юноша Славянофил, а так хорош, как будто никогда и не был славянофилом Вообще я впадаю в страшную ельц И начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди Грустно мне думать так, но истина впереди всего Но дело в том, что славянофилы никогда не были вот теми людьми Которые советская историография их пыталась преподнести Они просто говорили о другом Что к сожалению свет, высший свет Который действительно был оторван от родного народа От может быть даже национальной идеи Который стеснялся говорить на родном языке А суть в том, что Россия Даже географически Она располагается на двух материках И тут никуда не денешься Что она соединяет с собой запад и восток И что, может быть не случайно И герб-то был двуглавый Что одна голова смотрела на запад И вторая на восток И в этом нет никакого противоречия Которая пыталась нам объяснять Что якобы это два непримиримых течения Которые вот разрывали Россию пополам У него были особые отношения с Герценом И в чем-то не принимая Герцена Он даже для публикации Пересылал через верных людей Документы, которые Были, как бы сказать, даже противозаконны Мои братья Вместе с Алексеем Хомяковым Иваном Киреевским Князем Владимиром Черкасским Отданы под надзор полиции Их всех обязали Представлять свои произведения Для цензуры Непосредственно в Главное управление По делам печати А Ивана Сергеевича, кроме того Лишили права быть издателем Или редактором Какого бы то ни было журнала Но будучи истинным патриотом Одно дело, там, обиды Какие-то, в том числе правительственные Он не замыкался вот в этих своих обидах А когда страна оказывалась в таком положении И он считал, что как гражданин Он всегда должен быть На передовых рубежах И когда началась Крымская война И он, кстати, как человек трезвый, умный Истинный патриот Он не был квасным патриотом Он видел даже обреченность этой войны Вот уже Но тем не менее Он считал для себя Невозможным остаться в стороне от нее И он записался в Серхпуховскую Дружину народного ополчения И, зная его Вот эту чрезвычайную честность А во всякой войне Война — это для кого-то мать родная И злоупотребление в антендарских службах И вопреки его воле Он-то хотел быть просто ратником Но его назначили именно Пять-квартирсмейстером Серхпуховской дружины Потому что знали его абсолютную честность Иван Сергеевич Как всегда уделил весь официальный мир Мужеством своей честности Будучи казначеем дружины После войны он сдал в казну Крупную сумму сэкономленных денег Чем поставил в неловкое положение Интендантскую службу всей армии Командующий московским ополчением Граф Строганов Даже не решился подписать его отчет Поскольку он был обвинительным актом Против всех остальных После окончания Крымской войны Его пригласили в комиссию Правительственную комиссию Князя Васильчикова Разгребать вот этот весь Интендантский мусор В объеме не только Серхпуховской дружины А в объеме всей войны Именно теперь Когда после потрясений войны При новой правительственной эпохе Все в России в брожении Все жаждет разрешения Проклятых вопросов Не отвлеченных Но жизненных Животрепещущих Мы в таком положении Что высказывать вполне Своих мнений не можем А не высказывая их вполне Подаем повод к недоразумению Он был поднадзорным человеком Все его издания Которые он не начинал Они закрывались И вот сегодня Вот в наше время В 21 веке Может быть Это и парадоксально Но это на самом деле Видимо закономерно Иван Сергеевич Аксаков Как публицист Один из самых издаваемых писателей Первые два номера Моей газеты Парус Произвели шум и гул Страшный В публике было сочувствие Огромное И нет сомнения Что через год Славянский вопрос Сделался бы популярным В России Если бы Не запретили паруса Вы не можете себе представить Как ненавистно Петербургу Слово народность Какое опасение И страх вызывает оно Ни один западник Ни один русский социалист Так не страшны правительству Как московский Славянофил В год выходит Несколько Книг Ивана Сергеевича Аксакова Но печаль в том Что Все его статьи Они опубликованы В искаженном виде Как цензура над ними Издевалась тогда Главное управление Цензуры Дозволяет Господину Аксакову Издавать Означенную газету День Без политического отдела Чтобы московскому Цензурному комитету Иметь особенное В цензурном отношении Никогда не оставлял Вторых экземпляров И мы По сей день Не знаем Подлинность его статей Представьте себе Я издаю день На свои небольшие средства Цензурный комитет Приостанавливает Выход каждого номера 6 апреля 1865 года О переменах И дополнениях В ныне действующих Цензурных постановлениях Отныне По временным изданиям Разрешается выходить Без предварительной Цензуры За публикацией Материалов Предосудительного содержания Издание будет закрыто После предварительного Предостережения Наконец-то Сегодняшний номер Выходит без предварительной Цензуры Сегодня принимаясь За передовую статью Мы знаем Что прочтем ее В печати В том виде В каком мы ее напишем Но точно ли Точно ли Уже дождались мы солнца Точно ли Исчезли И последние тени Ночи И настал Честный Белый день Но даже Сейчас Вот в резаном виде Они поражают Своей Такой Настолько Прямотой Откровенностью Жесткостью Честностью Смелостью Невероятной Поэтому Все его Практически Журналы Газеты Они жили Ну от силы Несколько лет Иногда даже Несколько месяцев Но Каждый этот номер Общественностью Ждался С таким Нетерпением Надеждой Главное управление Цензуры Предупреждает Господина Оксакова О закрытии Издания День В случае Последующих Публикаций Материалов Компрометирующих Власть Ну если Обратиться К документам То получается Что Чуть ли не Вся деятельность Цензурного Комитета Сводилась За слежкой За Изданиями Ивана Сергеевича Оксакова Я серьезно Подумываю О закрытии Газеты Чего можно Ожидать От нашей Страны Создавшей И выносящей Такое Общественное Устройство Где надо Солгать Чтобы сказать Правду Надо поступать Беззаконно Чтобы поступать Справедливо Надо пройти Всю процедуру Обманов И мерзостей Чтобы добиться Необходимого Законного Его Истинного Патриота Который Был верен Этому Постулату На народность Самодержавия И православие И Цензурный Комитет Практически Получал Зарплату Наверное Благодаря ему Недоразумение Непонимание Вопроса Ни в одних Правительственных Кругах Но в самой Общественной Среде И вот почему Дорогой Иван Сергеевич Ваш день Во что бы то ни Стало Не должен Ни на минуту Сходить с нашего Горизонта Не бросайте И не передавайте Его Это мое Задушевное Убеждение Федор Тютчев Человек Он был Очень чистый Целомудренный И Его Понятия О любви О женщине О семье Исходившие От Из той Семьи В которой Он Родился И вырос Были Настолько Что ли Требовательными Что Он долго Не женился Пока он Не встретился С Анной Федоровой Тютчевой Теаномий Я Я до сих Я до сих Аксаков Аксаков Сделал Заключение Что Премудрость Божия В глупости Совершается Милая Анна Пожалуйста Не сочтите Меня попавшим В положение 18-летнего Мальчика Испытывающего В первый раз Известное Чувство Нет Это пишет Вам 42-летний Мужчина Которому Это Известное Чувство К несчастью Слишком Хорошо Знакомо Который Испытал Его В высшем Градусе Страсти Испепелившей Много Хорошего В душе Все это Не то Но теперь Все мое Счастье И существование Сосредоточено В вас Как в своем Собственном Естественном Центре Дорогой Иван Сергеевич В ваших строчках Я как будто Читаю свои мысли Благодарю Вас за доверие И искренность В очень Хорошенькой Домовой Церкви Было Не более Двадцати Человек Было Просто Прилично Сосредоточено Когда Возложили Венцы На головы Брачующихся Милейший Аксаков Произнес Положенные Обрядом Слова С большой Убежденностью И я Полагаю Вернее Уверен Что Испокойный Духанны Найдет Наконец Свою Тихую Пристань С С Каким Уважением Она Относилась К нему Женщина Умная Гордая Она Тоже О себе Была Непростого Мнения Она Тоже Дочь Великого Русского Поэта Большого Дипломата Но С каким Уважением В своих Письмах Она писала О своем Муже О его Деятельности В славянских Комитетах Как она Гордилась Им Вот Это Великий Пример Я горжусь Тем Что мой Муж Стоит Во главе Этого Прекрасного Движения И дал Ему Толчок Я горжусь Тем Безграничным Доверием С каким Вся Россия Шлет В его руки Помощь Предназначенную Для славянского Дела Но Мой муж День и ночь Завален Работой Падает От усталости В таких Условиях Возможные Промахи И забытые Дела И недостаточный Порядок И даже Вероятно Злоупотребление А мой муж Отвечает За все Никто Никогда Не осмелится Сомневаться В его честности Но могут Уприкнуть В неспособности К практической Деятельности Мне Так Мучительно Видеть его Переутомленным С раздраженными Нервами Ну Иван Сергеевич Аксаков Болел Можно Вот Наверное Термин этот Очень Подходит Сюда Идеей Разорванного Славянства Вот И Имея Огромный Авторитет В стране Я бы Может быть Даже Сравнил Его С влиянием Не с меньшим Как С влиянием Официального Русского Правительства По крайней мере Его духовный Авторитет Был гораздо Выше Разумеется Вот И когда Вспыхнуло Эти Восстания Славянские На Балканах Когда уже Славяне Не могли Терпеть Песот Летнего Османского Ига Он обратился К русской Общественности И к правительству Стать на защиту Славян Анна Федоровна Передайте мужу Что я полагаюсь На него В том Что наши Русские Добровольцы Не будут Ни в чем Нуждаться И не посрамят Русского Имени За границей Да поможет нам Бог Исполнить Наше Святое призвание Мой муж Был воодушевлен Словами Государя Он работал На это Святое дело Всю жизнь И теперь Казалось Был близок К цели Его влияние Было настолько Огромно Что Он был Когда русская Армия Вступила На пределы Балкан По свидетельствам Участников Этой войны Болгарские Ополченцы Которых Одевал Кормил И вооружал Аксаков Были вооружены Лучи Одеты были Лучи И Парабиантам Были обеспечены Более Качественным Лучием Чем Регулярная Русская Армия И не случайно Что Болгарское Ополчение Называло себя Детьми Аксакова И Ему даже Впоследствии Предлагался Болгарский Трон Но Иван Аксаков Прекрасно Понимал Что Не в этом Решение Вопросы И он Деликатно Очень От этого Отказался Ну вот В результате Этого Народно Освободительного Движения И поддержки Русского Правительства И русской Армии Были освобождены Значительные Территории И возникли Самостоятельные Славянские Государства На Балканах Но Западный Мир Не мог Смириться С этим Он боялся Влияния России На Балканах И поэтому Вот этот Берлинский Конгресс Урезал Вот эти Большие Достижения Которые Были Достигнуты Во время Освободительной Войны И русское Правительство Пошло на Эту Уступки Мой муж Глубоко Переживал Происходящее Если Раньше Мне Случалось Совет Может быть Сдержаннее В выражениях Политических Убеждений То В настоящем Случае Я живо Ощущала Что для Исторического Сознания России Будет полезно Услышать Честный Неподкупный И мужественный Голос Протестующий Против Постыдного Безволия Властей Иван Сергеевич Оксаков Как человек Горячий Спыльчивый И справедливый Он восстал Против этого Он написал Знаменитое Обращение Своё Которое В результате Которого Он был Сослан Ссылку Ты ли это Русь Победительница Сама Добровольно Разжаловавшая Себя В побеждённую Ты ли На скамье Подсудимых Как преступница Каешься В святых Подъятых Тобою Трудах Манишь Простить Твои победы Едва Сдерживая Весёлый Смех С презрительной Иронией Похваляя Твою Политическую Мудрость Западные Державы Нагло Срывают С тебя Победный Венец Преподносят Тебе Взамен Шутовскую С гремушками Шапку А ты Послушно Чуть ли не С выражением Чувствительнейшей Признательности Подклоняешь Под неё Свою Многострадальную Голову Господину Оксакову Предостережение Ваша Газета Русь Обсуждает Текущее Событие Тоном Несовместимым С истинным Патриотизмом Последние годы Ивана Сергеевича были очень трудными И трудными не потому, что он испытывал вот это тяжёлое бремя давлений цензуры Его тяготило вот это надвигающееся революционное движение А его раздирали ещё больше и внутренние противоречия Он, конечно, внутренне понимал, что вот эта его идея объединения славян Что она неоднозначна и, по крайней мере, в ближайшем времени она неосуществима И я подозреваю то, что он понимал, что она вообще неосуществима Вот И он, в общем-то, надорвался над этим И, будучи совершенно крепким физическим человеком Он неожиданно умер от инфаркта Или, как точнее для того времени, от разрыва сердца Именно его сердце разорвалось от невозможности объединить славянство Нужно какое-то новое слово современному миру Наше старое слово его уже не берёт Новое, которое было бы логически связано со старым Но секретом этого нового слова мы пока не обладаем Вот он умер с этими тяжёлыми мыслями Моего дорогого мужа похоронят в Троице Сергиевой Лавре Ему, мирскому человеку, выпала честь быть погребённым именно здесь Разве это не милость Божья? Двадцать лет мы были счастливы вместе, несмотря на все невзгоды Теперь я должна сделать всё, чтобы труды Ивана Сергеевича сохранились для потомства Конечно, голос Аксакова — это голос вопиющего в пустыне Он не изменил хода событий Но этот голос, протестующий против несправедливости, явился нравственным поступком Который принесёт свои плоды в будущем Я глубоко убеждена, что каждый независимый поступок Подготовляет почву, на которой будущие поколения возрастят свободу Конечно, к нему подходит И нельзя не согласиться с этими определениями, которые дал Владимир Иванович Ждаль Но прежде всего понятие старатель ассоциируется с конкретной профессией Это золотоискатель Я хорошо знаком с этой профессией Это, наверное, один из самых тяжёлых и опасных трудов Это, во-первых, в тоннах пустой руды, земли Вот найти эти крупинки золота Это промывание золота в ледяной воде в любую погоду Это опасность быть убитыми бандитами, которые за тобой специально тебя стерегут Когда ты намоешь это золото И вот это о бандитах, я говорю, совершенно не случайно Ведь за Иваном Сергеевичем охотилась Как непарадоксальный тоже жандармское управление и цензура Их тоже, в общем-то, с оговорками можно отнести к этой категории, которые охотились со старателями И люди, которые считают, что старатели это, раз они имеют дело с волотом, очень богатые люди Хотя это самые нищие безлапотные категории Он старатель Он старатель о будущем России Он считал, что невозможным это сделать, пока мы старательно не приведем в порядок свою страну Россия может быть притягательной для других стран Только в том случае она будет духовно-нравственным целым притягательным организмом Я повторяю, что насильным любить нельзя Россия может быть притягательной И поэтому вот этот великий старатель старался сделать так, чтобы она была таковой Но не все было в его силе Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова